В итоге глава Чувашии Олег Николаев распорядился выплатить военным по 50 тысяч рублей. На большую сумму денег в региональном бюджете не нашли. Это при том, что президент Владимир Путин не раз обещал, что платить будут по 195 тысяч рублей в месяц всем мобилизованным. Соответствующий закон он подписал 3 ноября. Суммы, конечно, довольно большие, даже для федерального бюджета. Судите сами, мобилизованных по заявлению Минобороны 300 тысяч, если каждому платить по 195 тысяч, выходит почти 60 миллиардов рублей. Для сравнения, это годовой бюджет Тувы или Магаданской области. Выплатить эти средства резервистам будет очень проблематично, считает профессор высшей школы экономики Игорь Лепсис. Принятит первое чтение государственный бюджет России на следующие три года, и он также как бюджет этого года дефицитный. То есть мы вступили в 22-й год с профицитным бюджетом, у нас доходы в государстве были больше, чем плановые расходы. В этом году мы уже проели весь профицит и вышли на дефицит. И, видимо, к концу года дефицит будет 1 триллион 300, может быть, даже больше миллиардов, может быть, полтора триллиона, мы это пока не знаем. Это еще осталось пару месяцев до конца года. По словам профессора, нужно еще учесть, сколько бюджет недополучит средств. Ведь мобилизованные – это те люди, которые перестают платить налоги. Да и рынок труда просядет от мобилизации. Конкретных цифр пока нет, но точно известно, что в минусе будет транспортная сфера, агростек.